Наверное, об одиночестве мы начинаем задумываться именно в годы взросления, когда мы юны. У каждого оно по-разному проявляется, и каждый ощущает это по-своему. Иногда чувствуем вот это вот ощущение одиночества, иногда и брошенности, заброшенности. Роман Селлинджера был одним из самых важных в юности. Это был первый, абсолютно честный, изумительный совершенно для меня, очень близкий мне рассказ об одиночестве. Ну как же я могу не любить Селлинджера? На любого человека обрушивается действительно лавина информации. Когда человек пользуется интернетом, естественно, никакой системы в этом не существует. И создать ее за обозримое время практически, я думаю, невозможно. Программа «Музейная чек-изобретающая» в какой-то степени – это то популяризаторство, которое, я уверен, и необходимо сегодня. А роль его в том, что он не дает фитилю сгорать быстро. Как вы понимаете, это экономически достаточно выгодная штука. И контролирует таким образом горение. То, что предлагает в музейной программе «Чек-изобретающий» – более интегральный взгляд на вещи. Без погружения в конкретные какие-то достижения в физике, в математике и так далее. С минимумом формы, но с максимумом ассоциаций. Отсутствие ассоциативности мышления – вот это большая-большая проблема. Я пытаюсь сделать по жизни то, что мне очень нравится. А вообще говоря, я специалист в области квантовой химии, теоретической химии. И преподаю довольно сложные предметы. Химия для меня была, есть, и я уверен в этом будет все время. Очень интересной областью применения себя. Я избегаю слова «преподавать», я избегаю слова «лекции», я избегаю слова «семинары». Почитаю все время говорить о встречах, контактах, беседах. Что такое «хи»? «Хи» – это характер соответствующего неприводимого представления, с которым мы работаем. Мы будем работать с четырьмя строчками, правда ли? Потому что за буквой «А» будет скрываться. Какое члено? Единица. А здесь, получается, таки. Итого четыре работали. В 2008 году я решился изложить свои идеи. Это все сформулировал в виде заявки. Я понял, что надо работать через фонд Потамина. И оказался прав. В те годы существовала замечательная практика разминок проектов музейных. И те команды, которые собирались на разминках, они были совершенно блистательные. Для меня это было во многом открытие. Я ведь не являюсь профессиональным музейщиком. В той среде, в какой я оказался, я был белой вороной. Человек-изобретающий делался и делается в настоящее время, реализуется практически в настоящее время людьми науки. У нас нет аниматоров. Все, кто причастен к проекту, все до единого, очень активно участвуют и в научных исследованиях. И это означает всякий раз свою индивидуальную точку зрения. Зажигаешь на кафедре. Слушай, смотри, это какая-то необычная штука, и это зажигал. Чем она пахнет? Бензин. Бензин, бензин. С бензином вообще не совпадает. Мягко скажем. А керосин есть? В человеке-изобретающем я, во-первых, разрабатываю эксперимент, что мы будем визуализировать. Главный критикант, если это можно сказать. Потому что у Михаила Ефимовича есть куча идей. Если Летовальцев поставит туда прокладочку, то ее можно будет пользоваться. Летовальцев узнает. Я вижу, что вот это надо проиллюстрировать, вот это важно. Либо Михаил Ефимович приходит и говорит, так, надо показывать это, что хочешь делать, но это надо каким-то образом показать. Ну, судя по тому, что она такая вот кривовосненькая, может быть и сама делается. Компакт есть. Компакт вручную зависти. Да. Вот эту штуку вполне можно будет восстановить до рабочего состояния. Савтра попробуем? Да без вопросов. Отлично. Я узнал, что есть такой человек Михаил Ефимович Клицкий. Это он был наш тогда молодой преподаватель. Это был третий курс. Соответственно, это был где-то 82-й год. Как часто бывает как раз таки по статистике. Если мне что-то попадает в руки, то именно потому, что тут что-то не хватает или оно не работает. Мы пытаемся показывать все-таки работоспособные какие-то экспонации. Каждая лекция, каждая встреча, будем так говорить, с аудиторией в рамках проекта «Человек изобретающий» рождается из наблюдений жизни. У нас не бывает химии только. У нас не бывает физики только или биологии только. Мы тем более не устраиваем лекции по живописи и так далее. Мы начинаем обсуждать, а вот каким таким интерактивом, вот чем таким, вот какими зрительными образами можно было бы это сопроводить. Важно показать, понимаешь ты, спонтанность этого процесса. Она протекает, вот смачиваемость и вот это. Понятно? Ну, да, так. Иногда приходится прямо делать обходы магазинов, приобретать что-то на рынках, какой-то материал и для лекций в обозримом будущем. Это воск. Да, это воск. Давайте, заворачиваем. А это воск пчелиный, тот самый, который… Попробуйте. Вот это можно скрутить, фитиль прилагается, видите, фитиль прилагается. Это мед. Ну, конечно, это мед. Мы с возрастом утрачиваем способность игре. Мы перестаем ее замечать, мы не очень ее любим. И вообще вместе с этим утрачиваются и краски жизни. Так сказать, они уходят, какие-то стороны становятся тусклыми, неинтересными. Это очень плохо. В той системе, в какой работает проект «Человек-изобретающий», научая, развлекая, развлекая, научая, я пытаюсь найти идеальные, органичные соединения искусства, наук и технологий. Если я вижу вот это сочетание трех моментов, я тогда понимаю, вот об этом надо говорить. Студенты сегодняшние, конечно же, по-другому думают, чем те, с кем я начинал, разумеется. Они совершенно в другом информационном окружении находятся, с рождением причем. Их окружает огромное количество всяких изобретений, всяких, как это говорят, гаджетов. И они очень оперативны в них. Они находят моментальную информацию, но иногда по совершенно пустяшному поводу. Посмотрите, это называется, посмотрите, лисий хвост, смотрите. Конечно, время изменилось, представление о технологиях, конечно же. Ибо нынешние студенты делают так. Они видят слайд, они его фотографируют, они считают, что все, дело в шляпе. Человек-изобретающий вошел в академическую систему, в образовательную систему. Он преподается и бакалавром, и магистрантом, и специалистом. И поверхность листьев лотоса покрыта. Надо показать, как рождается. Даже формула. Вот этот момент рождения чего-то, пусть даже в виде визуального образа. Пусть даже в виде какой-то схемы. Это ведь то, что вплетено в ткань человека изобретающего. Проследить поэтапно. Вот эту нить протянуть поподробней. Мы ведь люди. И нам очень важно вот этой рукой водить и показывать, как это все рождается. От точки к точке. От черточки к черточке. Я настолько себя вовлек в непрерывное думанье по тем или иным поводам, что даже длинно гуляя по городу, не только Ростову, но и любому другому, я все равно работаю, постоянно работаю. Я о чем-то соображаю и думаю, вот хорошо бы. Иногда даже приходится, если нет ручки под рукой или что-нибудь еще, просить в кафе или где-нибудь там в случайных местах салфетки, ручки. И быстренько, на чеках даже, на чеках. Мне приходилось записывать тексты и рекламу к проекту. Мы встречаемся, как обычно, через две недели, в четверг, в семь часов вечера. Это будет совершенно другая тема, о которой вы узнаете из рекламы. Спасибо. Моя мечта, если коротко, как можно дольше пробыть в среде единомышленников, людей, чувствующих мир, понимающих мир, так же, как я. Ну или примерно так же, как я. Спасибо. 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 Спасибо.